Здравствуйте! С вами канал Вкусный Огород Барнаул. Заканчивается сентябрь. Последние денечки. Прошли уже заморозки. Многие растения, к сожалению, подмерзли. Практически все культуры в огороде уже убраны. И вот сегодня подошел черед убирать безрассадные перцы. Небольшое количество перцев для эксперимента выращиваю прямым посевом в грунт. И они вырастают. Пока больших успехов в этом деле нет. Урожайность рассадных перцев намного выше. Но тем не менее перцы успевают созреть при самом простом уходе. И вот остались из жгучих перцев 4 кустика тех, которые посеяны семенами. Видно, что они, к сожалению, немного задеты заморозком. Они тут с краю находятся в тепличке. Их не укрывал. Но плодики целенькие. Они полностью поспели. Все равно их уже пора убирать. Вот такие вот выросли жгучие перчики. Очень симпатичные. Специально их не срывал. Дал им полностью поспеть на корню. И можно считать, что вот жгучие перцы при безрассадном выращивании вырастают неплохие. Может быть урожайность поменьше, чем у рассадных. Они тоже у меня были. Тоже их сорвано немало и использовано. Но эти вот все практически поспели. Вот такие симпатичные перцы. Сейчас будем их снимать и окончательно убирать. Это сорт перцев народной селекции жгучий. Очень хороший. Выращиваем много лет. И этот перец не только красивый. Он еще и очень-очень жгучий. Его хорошо использовать и для заготовок. Можно сушить его, что мы и делаем. Замораживать можно. Хороший настоящий жгучий перец. Сезон для него можно считать, что закончен. Кроме этого, небольшое количество сладких перцев. Тоже пока что в порядке эксперимента. Выращиваю тоже прямым посевом в грунт. Здесь, как я понял, очень важно подобрать сорта, которые успевали бы дать хороший урожай при посеве семенами в грунт. И некоторые выросли. К этому времени вот здесь рядочек безрассадных перцев был посеян. Сеял перцы не очень рано, после 10 мая, поскольку грунт был холодный. И вот они, в принципе, выросли. И многие поспевают прямо на корню. Причем часть уже снята. Вот здесь два рядочка рассадных перцев. Они уже даже пожухли немного. Но для них сезон практически закончен. И плодов уже на них нет. Осталось совсем мало. Почти все снято. А вот безрассадные перцы продолжают расти. Вот кустик перцев безрассады. Вот плодики уже поспевают. Вот тоже. Вот это сорт, если не ошибаюсь, гладиатор. Очень хороший сорт желтых перцев. И при посеве семенами в грунт он тоже успел вырасти. Вот посмотрите, какие перчины. Это безрассадный он рос. Уход был тоже для него самый простейший. Многие перцы еще не поспели. Но есть возможность, что они доспеют. Даже сейчас они уже в технической спелости. Вот перец сорта апельсин. Несколько перчинок уже снято. Вот видно, сколько еще осталось завязи. Они могут поспеть. Время еще есть. Несколько дней тепла. Впереди прогнозируются. Вот такие симпатичные перчики. Конечно, повторюсь, через рассаду выращивать перцы проще в какой-то степени. И урожайность повыше. Но чем хорош безрассадный способ? Не все имеют возможность выращивать рассаду. А вот как раз в этом случае можно получить тоже относительно неплохой урожай. Вот тоже безрассадные перцы. Тоже уже поспевают на корню. Это сорт похожий алибаба, но он немного перепыленный. Сорт турецкие змеи. Тоже посевом в грунт растут. Вот этот рядочек. Он посеем семенами в грунт. На случай сильных уж очень заморозков. Вот здесь у меня стоит наготове обогреватель. Но правда его применять еще пока не приходилось. Нету таких заморозков. Но думал, если будут заморозки, хочу дать перчикам еще немного порасти. Включу обогреватель. Но пока он не потребовался. И перцы продолжают расти. Вот здесь заканчивают сезон рассадные перцы. Ну и безрассадные тоже в какой-то мере меня порадовали. Конечно, с них получается не основной урожай. Просто к ним присматриваюсь. Но хочется подобрать сорта и выйти на варианты агротехники. Чтобы перцы при выращивании безрассадным способом успешно конкурировали бы с рассадными перцами. Вот здесь бархатцы еще растут. На которые прилетела пчелка. Продолжается и сезон. Тут жизнь идет очень активно. Вот и шмель тут тоже продолжает трудиться. Бархатцы здесь служили службу защиты от солнышка. Ну а сейчас просто растут. Они ничуть перчиком не мешали. Вот такой вот опыт выращивания безрассадных перцев. Жгучие уже убираем. А сладкие побудут еще несколько дней. Потом, когда соберу окончательно их все, покажу. И можно будет подвести итог выращивания перцев безрассадных. Но даже сейчас можно сказать, что результат есть. Он уступает, повторюсь, рассадным перцам. Но интерес к этому способу у меня не пропал. Буду пробовать и дальше. В конце пожелаю огородникам выращивать перчики и рассадным способом, и безрассадным. Получайте хорошие урожаи. Это замечательная культура. Кушайте их с удовольствием. Всем всего самого доброго. До свидания.